МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире первого карагандинского новости в студии Назгуль Талипова. Коротко о главном. Диплом есть, работы нет. Большинство выпускников пополняют армию безработных. На выездном заседании областного совета по делам молодежи вновь обсудили тему трудоустройства. Чтобы найти работу, достаточно смартфона. Аким Караганды запустил горячую линию ватсап для безработных. Живые олимпийские кольца появились в Караганде. Необычным флешмобом спортсмены поддержали казахстанскую олимпийскую сборную. В Карагандинской области намерены на деле решать проблемы трудоустройства молодежи. Для этих целей чиновники намерены задействовать в соцсети. Об этом и о многом другом говорили на выездном заседании областного совета под председательством главы области. Заседание состоялось в Осокаровском районе. На выездном заседании были заслушаны отчеты руководителей соответствующих органов, акимов регионов. Вопросы на повестке дня все те же. Проблемы сельской молодежи, религиозная ситуация в молодежной среде. В нынешних условиях это весьма актуальное направление работы, отметил глава области в своем приветствии. На повестке дня вынесены следующие вопросы. Первый. О проблемных вопросах сельской молодежи. Второе. О исполнении комплексного плана по совершенствованию социальной поддержки молодежи Карганинской области на 2014-2016 годы в части фулоустройства молодежи, по религиозной ситуации в молодежной среде, а также запланированный отчет, как и Масокаровского района в ходе реализации государственной молодежной политики в данном регионе. С начала года запущена работа в веб-портала ЖАСМАМАН. На системной основе проводятся выезды в регионы. Представителями информационно-культурного каравана ЖАСТАРЖАСТАРГА организована работа по разъяснению госпрограмм и проектов по трудоустройству. Об этом рассказал руководитель управления по вопросам молодежной политики. По его словам, результаты проведенного анализа говорят, что значительно возросла потребность в ветеринарных, технических и медицинских кадрах. В этой связи мы совместимы с госорганами, учебными заведениями и работодателями, планируем провести ЯМАК и ВАКАСМА с приглашением молодых людей о качестве окончивших вузы и сузы по вышеуказанным специальностям. В настоящее время проводится адресная работа по выявлению потребностей трудоустройства среди выпускников. Адресная работа по выявлению потребностей ведется совместно с учебными заведениями. В частности, запрашивается информация, где проводится сравнительный анализ предварительного и окончательного трудоустройства, с дальнейшим подтверждением ЦВП. В рамках дорожной карты занятости 2020 планируется профессиональная переподготовка или повышение квалификации наемных работников. Также предоставлен широкий спектр возможностей для развития предпринимательства. Выдаются микрокредиты на открытие или расширение собственного дела. К слову, работа ведется уже шестой год и за это время было сделано немало. С начала реализации дорожной карты занятости 2020 получили микрокредиты 308 молодых людей на сумму 698,6 миллионов тенге. Микрокредиты были использованы на развитие животноводства, птицеводства, растеневодства, на открытие типичного хозяйства, производство продуктов питания, открытие типографии, арифматические услуги, станции, техобслуживание, услуги строительства, транспортные услуги. В ходе заседания также обсудили работу с молодежью в социальных сетях, ведь информацию молодые люди черпают именно оттуда. Председатель молодежного крыла Жарсутан признается, что в этом плане есть отставание. Чтобы наверстать упущенное, совместными усилиями нужно создавать страницы, искать и даже обучать людей, которые будут успешно их вести. Здесь нужны очень большие знания, нужно быть даже и в журналистике, это потенциально, так сказать, это фрилансеры журналисты, которые очень хорошо пишут статьи, знают всю в целом анализ политической ситуации, обстановки в регионе, в целом стране. Я думаю, что очень большую работу проделают и управления молодежью политики в Карагандинской области в этом отношении. Я думаю, здесь вот такие будут семена, клиники с приглашением именно республиканских блогеров, чтобы больше и больше количества, потому что в социальной сети это сейчас стала реальность, где конкретно уже идут тренды. Занятость – основа стабильности в обществе. Это успешное развитие подрастающего поколения. И все, что сказано на заседании, не должно оставаться на словах, отметил глава региона, пообещав, что будет держать на контроле все аспекты, которые обсуждались на совете. Остается надеяться, что каждый, кто выносил важные вопросы на повестку дня, внесет свою лепту в решение проблем молодежной безработицы. Анель Шелкарбеки, Сламбеку Спан, Александр Царикидзе, Первый Карагандинский. В Карагандинской области семь молодых бизнесменов получили гранты Акима региона. Каждый из них стал обладателем солидной суммы в размере 300 тысяч тенге. Эти деньги сельские предприниматели будут обязаны потратить на развитие своего бизнеса. Список сфер, в которые будут инвестированы указанные средства, довольно обширный. Птицеводство, животноводство, швейное дело, оказание ремонтных услуг и овещеводство. Самому старшему предпринимателю 28 лет. Виктор Войко проживает в селе Карим-Мымбаев Нуринского района. После окончания школы помогал брату выращивать птиц. На вопрос, почему именно птицеводство, Виктор Войко, не задумываясь, ответил «Это выгодно и быстро окупается». Теперь решил развить свой бизнес. Хочет разводить пять видов птиц. Продукцию планирует реализовывать не только в своем селе, но и по всему Нуринскому району. На инкубаторе куплю, потом на закупку яиц инкубационного и чуть-чуть ввожу на строение помещения. То есть вы будете работать один или привлечете дополнительную? Пока мне будут помогать мать и моя супруга. А в дальнейшем уже там будет расширение. Скажите, кто вам помогал составлять бизнес-план? Мой брат. Он в этом деле тоже и помогал бы вместе мы писали. Всего в конкурсе на соискание грантов приняло участие около 50 человек. Из них были отобраны 20. Их заявки и бизнес-планы наиболее соответствовали конкурсным требованиям. Дальнейшим отбором заняла специальная комиссия, которая не только внимательно изучила документы, но и выезжала на место, чтобы ознакомиться с проектами начинающих предпринимателей. Из семи победителей пятеро получили деньги на открытие частного дела. Еще двое на его расширение. Мы считаем, что молодежь это наиболее активная часть нашего населения. И, конечно, вопрос трудоустройства молодежи, он не только связан с созданием условий для реализации молодежи как трудовых сил, но и как смежно с этим вопросы воспитания молодежи, вопросы с противодействием религиозному экстремизму, вопросы, связанные с будущим этого поколения. И мы хотим применять еще дополнительные меры для того, чтобы в том числе в рамках программы дорожная карта занятости, дорожная карта бизнеса, выделение дополнительного финансирования из нашего областного бюджета, решать эти вопросы и снижать этот уровень безработицы, это надо устраивать нашу молодежь, в том числе по программе с дипломом в село. За расходованием денег, которые были выделены в рамках поддержки бизнеса в селе, будут следить. Таким образом, предпринимателю не удастся их потратить на другие нужды. Ассель Зазамбаева, Жексула Кнорта, Александр Царикидзе, первый карагандинский. Договориться без суда карагандинцев призывают обращаться к медиаторам для решения споров в досудебном порядке. В Доме дружбы Ассамблеи народа Казахстана отметили пятилетие закона о медиации. 6 августа исполняется пять лет с момента вступления в силу закона о медиации. Если сначала слово было многим незнакомо, то сейчас граждане понимают его смысл. Принцип медиации направлен на компромиссное урегулирование споров без суда. В Караганде этим занимаются несколько организаций. Буквально в прошлом году Центр разрешения конфликтов появился и при Ассамблее народа Казахстана. Директор Центра, профессиональный психолог и юрист Татьяна Савицкая поделилась успехами своей команды. Семью мы спасли, к счастью, не одну, но вот как один из примеров, когда молодые люди решили развестись, у них был маленький ребенок два годика, по рекомендации суда они обратились в медиацию, и в течение четырех часов работали с ними медиаторы, и они ушли за ручку. На следующий день, когда пришли подписывать соглашение, они уже пришли улыбаясь и объявили нам о том, что они решили все-таки походить к медиаторам, но не разрушать семью. Таких примеров очень много делится Савицкая. Также медиаторы помогают разрешить трудовые споры. Плюс в том, что проблема остается конфиденциальной. Если в суде о ваших проблемах могут узнать все, то в медиации вы от этого защищены. Медиация ни в коем случае не замещает суды. У нас совершенно разное поле деятельности. Если суды работают с позицией людей, то медиация работает с теми внутренними обидами, очень глубоко прорабатывает их и помогает людям не только разрешить конфликт, но и простить, отпустить. Значит, очень хороший результат после медиации. Пользу медиации отмечают и работники судебной системы. По их словам, медиативные соглашения помогают снизить нагрузку на судей. За шесть месяцев текущего года с помощью медиаторов разрешены более трехсот гражданских дел. Медиация как институт гражданского общества не имеет никакого отношения к государственному принципу. Имеется к государственному институту. Это чисто исключительно институт гражданского общества. А.М. Амрина, Исламбекус, Пан Александр Цирикидзе, Первый, Карагандинский. Уважаемые телезрители, впереди реклама. Не переключайтесь, и мы сразу вернемся к нашим актуальным новостям. По данным Департамента внутренних дел, большинство квартирных краж происходит путем проникновения через окно. Обычное пластиковое окно можно взломать меньше, чем за минуту и без особого шума. Компания Galaxy рекомендует высокопрочные окна торговой марки Galvin и противовзломную фурнитуру Farnax, которые лишают грабителя возможности быстрого и бесшумного проникновения. Спрашивайте у изготовителей окон вашего города. По инициативе карагандинского гражданчальника с 5 августа в Караганде начала работать горячая линия WhatsApp, с помощью которой можно оперативно найти работу. Сообщение следует отправлять на специальный номер. Все подробности далее в сюжете. 18-летний Иван Чеботарев выпускник гуманитарно-технического колледжа. Будучи студентом, умудрялся совмещать учебу с работой. Теперь уже дипломированный программист надеется найти работу по специальности. Для этого он обратился в центр занятости. Закончил колледж МГТК на 15-м квартале. О приложении узнал, придя в данный центр обслуживания. Какую работу ищете? Работу ищу по специальности, думаю. По информационным системам, что-то связанное с программированием, возможно, системный администратор. Надо просто сейчас без опыта никуда не берут. Мне важнее сейчас набраться немного опыта, чтобы дальнейше уже искать более оплачиваемые специальности. Вместе с ним работу ищут 20 его сокурсников. Многие, как и он, планируют поступать в высшее учебное заведение. Поэтому работа, которую они ищут, должна соответствовать их графику. Впрочем, работники центра занятости таким ребятам всегда готовы помочь. Вот только теперь они это сделают намного быстрее. Сегодня был презентован проект, благодаря которому поиск работы будет осуществляться посредством мобильного приложения. А это значит, соискатель не будет стоять в бесконечных очередях. Человек получает не выходя из дома данную информацию свободную вакансию. Потом человек он уже обдумывает. После этого когда выбирают данную вакансию, он обращается уже в центр занятости, приходит сюда, уже конкретно получает через специалиста направление и идет к работодателю. Уже к работодателю идет, с ним проходят собеседование и уже конкретно получает человек рабочее место. На разработку проекта ушло полмесяца. В дальнейшем его планируют усовершенствовать. Подобный способ работы с горожанами предложил Аким города. Работать через WhatsApp рады и сами сотрудники центра занятости. Ведь на обработку каждой заявки уходят 10-15 минут. А это значит, что теперь они будут решать вопросы не 100 человек в день, а вдвое, а то и втрое больше. Анечал Карбек, Жак Слэк Нуртай Александр Царикидзе, 1-й, Карагандинский. Штраф за нарушение правил дорожного движения теперь можно оплатить на месте. Патрульных полицейских обеспечили посттерминалами. С их помощью нарушители могут заплатить штраф, не выходя из машины, причем с 50-процентной скидкой. На специальной пресс-конференции презентовали посттерминалы. С их помощью нарушители правил дорожного движения могут оплатить штраф на месте. Сегодня в Караганде 19 полицейских машин оснащены необходимым оборудованием. 21 спецмашина оснащены в ближайших районах и городах спутниках. Еще 8 аппаратов установили у постовых на трассах республиканского значения. По словам полицейских, еще один плюс терминалов это возможность заплатить лишь половину положенного штрафа. Любой нарушитель, любой участник движения может, не отходя от сотрудника Дорожного Патрульного Скурпы, оплатить штраф на месте с 50% скидкой. Вы все знаете, что с 2014 года у нас в кодексе есть статья, предусматривающая оплату штрафа в течение 7 дней с 50% скидкой. Кроме того, посредством посттерминала можно оплатить и старые штрафы, но уже без скидки. Специалисты банка отметили, что возможен и возврат денежных средств, если произошла ошибка во время операции. Деньги поступают на карту в течение суток, заявили банкиры. Терминал принимает карточки любых банков и выдает две квитанции – одну водителю и вторую полицейскому. На самом деле, перед тем, как выводили эту систему в Казахстане, мы изучили опыт многих стран, причем это опыт положительный, и эта система довольно успешно работает во многих регионах, во многих странах, в том числе и в Казахстане. Ну и мы надеемся, что казахстанцы воспримут положительное данное множество, ну и, соответственно, ощутят все его плюсы и преимущества. Работу посттерминалов продемонстрировали на месте. Полицейским сообщили о том, что один из водителей остановился под знаком «Остановка запрещена». Водитель Павел Малкин с нарушением согласился. Штраф заплатил тут же. Ну, получается, очень удобно, никуда ходить не надо, в кассу платить, потом в ГАИ относить надо будет, а так на месте все, и пол штрафа сразу. По мнению разработчиков, использование терминалов это быстрый и удобный способ оплаты штрафов. Кроме того, исключается использование так называемых живых денег, а значит, исключается коррупционная составляющая, считают в полиции. Адель Антаева и Сламбекоспан Александр Цирикидзе 1-й Карагандинский. 5 августа в Бразилии стартовали 31-е Олимпийские игры. Казахстан представляет 104 атлета. Они будут состязаться за распределение мест 26 видах спорта от Карагандинской области. В играх принимают участие 11 спортсменов. Карагандинцы не смогли остаться в стороне от грандиозного события и решили поддержать наших земляков. Среди участников флешмоба и наш корреспондент Аим Амрина. Открытие Олимпиады в Рио-де-Жанейро карагандинцы встретили флешмобом. Сегодня перед спорткомплексом Караганды-арена собрались около 200 юных спортсменов. Главная их цель поддержать наших олимпийцев. На ступеньках перед ледовым дворцом Караганды-арена воспитанники спортивных школ выстроились в олимпийские кольца. Как и положено, каждое кольцо было определенного цвета. Синее, черное, красное, желтое и зеленое. Жанебек Таныбаев молодой дзюдоист. Он около пяти лет занимался вместе с Жансаем Смогуловым. Сегодня Жанебек пришел специально, чтобы поддержать своего старшего товарища и пожелать олимпийцам победы. Я конкретно болею за Жансаем Смогуловым, потому что мы готовились в одном зале, почти что он у нас готовился. И мы видели весь процесс его тренировки. И я думаю, он очень удачно выступит на олимпийских играх. Очень усердно готовился. Я надеюсь, что он будет на высоких педесталах. И мы ждем от него медали. Организаторы акции рассказали, что это уже второй подобный флешмоб в поддержку олимпийских спортсменов. Поддержать ребят и поучаствовать во флешмобе пришел бронзовый призер Олимпиады 2004 года в Афинах Дестибурец Дмитрий Карпов. Особые ставки, ну, конечно, хотелось бы, чтобы Максим Раков реализовал уже на олимпийских играх золотую медаль. И все, кто поехал, желаю удачи, личных рекордов и чтобы победили наши. Напомним, в списке участников Олимпиады от Караганды выступают подзюдоист Джансай Смогулов, юный боксер Аблейхан Жусупов, легкоатлеты Анастасия Кудинова, Александра Романова, Рима Кашафуддинова, серебряный чемпион Азии 2015 и 2016 годов Эльмира Сыздыкова, сестры-близнецы Екатерина и Александра Немич и мастера спорта международного класса по академической гребле Светлана Германович и Владислав Яковлев. Сборную подзюдо вновь возглавит чемпион мира и Азии 2009 года Максим Раков. Аям Амрина Исламбеку Спан Александр Цирикидзе Первый Карагандинский. Уважаемые телезрители, это все, о чем успели рассказать журналисты Первого Карагандинского. Если у вас есть интересная информация, звоните по телефону 4206-49. До свидания. Сау Булыстер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова